И все еще в усадьбе Гребнева продолжается закрытие мотосезона, фестиваль гремит вовсю, мы общаемся с группой ESCAPE. Привет! Привет, привет всем! Привет, привет! Какие у вас впечатления после выступления? Ну, когда новое место, это всегда классно, как бы новые лица, это, блин, во-первых, и организация просто офигенная, ну, правда, вот организаторам большое спасибо за звук, за свет, вот, и вроде как бы людям прям понравилось тоже, то есть обратная вот эта связь была прям классная, вот. Да, могу сказать в дополнение, что эта энергия, исходящая от людей, нас заряжает, и мы всегда уходим, как будто и не играли, вечно заряженные. Круто, а как вообще попали на этот фестиваль? Как еще раз? Как попали на фестиваль? Ну, я не понял. Ну, на фестиваль у нас позвал Паша Алиев. Он тоже пишет нам тексты? Да, мы с ним сотрудничали. Мы сотрудничали с ним ранее на альбоме «Чертова дюжина», вместе с ним записаны песни «Wasted», и он точно так же помогает нам писать множество песен на английском языке, потому что это его конек. Он, на самом деле, очень, ну, классно пишет, то есть, как бы, ну, прям проникаешься, на самом деле, текстами. Как бы для, как вокалистов, да, и как слушат, это всегда важно. А на открытии мотосезона принимали участие или только на закрытии? Мы только под закрытие приехали, но в следующем году буду рады сыграть и на открытии, и на закрытии, и на всем протяжении мотосезона. Да, на самом деле, когда организация, да, вот, как бы, ну, все организовано, классно, это вот всегда круто. И, как бы, повторюсь еще раз, когда будет хоть один человек стоять, да, будет хоть сто, там, хоть тысяча человек, ты со мной играешь, как бы, как в последний раз, грубо говоря. Потому что, ну, ты несешь музыку, какой-то смысл, и важно всегда там. А этим летом еще на каких-то фестивалях доводилось играть? Да, конечно, мы на фестивалях много. Вот один из классных фестивалей, который мы считаем, это вот на шестой передаче, там, на Мотодрезне, вот, ну, много фестивалей. Один раз мы ехали в 2018 году от Александрова в город Киров, это взлетная полоса фестиваль, тысячу километров в одну сторону. Для нас, как бы, любой концерт, любое выступление, это как путешествие. Не просто ты приехал, выступил, а, как бы, времяпровождение, да, то есть, как бы, вот, когда мы вместе, там, бывает, там, смеемся, бывает, ругаемся, ну, это, как бы... Классно, да, вот, вот, общие впечатления, да, крутые. А когда ты едешь тысячи километров, как бы, туда-обратно, ты запоминаешь это как событие, в любом случае. Есть что-то, Павел? Все очень шикарно было сказано. Отлично. Ну, какие сейчас творческие планы у группы? Ну, вот у нас сейчас уже на подходе, то есть, заканчивается почти запись одного материала, да, так скажем, пока не будем немножечко его распространять, вот, должен, на самом деле, очень хорошо, как бы, выстрелить, в хорошем смысле слова, то есть, должно понравиться людям, вот, потому что новые или старые, бывает так-то, что достаем что-то из старого, да, то есть, как бы, чемоданы, грубо говоря, какие-то песни, не хочется, чтобы они, как бы, забытые были, вот. В 2020 году мы выпустили альбом «Чертова дюжина», и вот, что хочется сказать, то, что вот, сколько мы просматриваем, да, сколько прослушиваний альбома, сколько вот нас дисков распространилось, люди, на самом деле, очень довольны. И от этого питаешься, еще хочешь больше, как бы, постараться, вот. Ну, также мы активно продолжаем искать лейбл, который может нам помочь именно с юридической менеджерской частью, поэтому мы открыты к любым предложениям, можете писать нам на почту, в ВК, куда угодно, где нас можно найти. Уважаемые радиослушатели, если кто-то из вас занимается продвижением музыкантов, то, пожалуйста, обращайтесь в группе, поддержите группу, они будут вам благодарны. Вам спасибо большое за интервью, вот, и вообще в целом за фестиваль, вообще классно, ну, всем организаторам. Спасибо, было приятно познакомиться. Спасибо.